И ещё раз добрый день, добрый день, мои зрители, добрый день, мои подписчики, ещё раз добрый день. Сейчас уже второй час дня, и я решила к вам выйти. Выйти к вам, поговорить с вами о наших комментариях. Спасибо большое, что вы мне пишете, всем огромное спасибо. Спасибо. Вот, я знала, что вчера, снимая это видео, я знала, что будет такое же, как было и на самом моём первом канале. Я знала, что это будет обсуждение неправильного кормления лежачего больного. Обсуждение было и хуже на первом канале, когда я удалила самый первый канал. Самый первый канал в январе удалила. На меня обрушился весь мир, всех 400 человек и даже больше. Но сейчас есть два лагеря, лагерь понимающих и лагерь, который тоже обрушился на меня. В первую очередь я хочу вам сказать, вы зачем налетели на моего молодого зрителя, на моего молодого подписчика Кирилла? Назвали там его каким-то словом. Зачем? Я дорожу этим подписчикам. Это молодой парнишка. И я должна ему низком ноги поклониться, что он меня смотрит и ещё со мной переписывается в комментариях. Не каждый молодой парень будет смотреть пожилую женщину. И тем более ей писать. Этот комментарий, наверное, Кирилл удалил, потому что под видео я его не вижу. Я его этот комментарий вижу, переписку его вижу со своими зрителями в оповещаниях и в творческой студии. А под видео его этого комментария уже нет. Там ни один комментарий, там два или три даже. Я очень дорожу молодыми зрителями. Я очень дорожу молодыми подписчиками. И поэтому Кирилл, как и все остальные для меня подписчики и зрители, он мне дорог. А вы налетели на молодого парня. Молодой парень правильно сказал, что это пюрешка. Она глотается сама. Вот. Может, кто-то не заметил, я не помню на какой минуте, с ложки упал кусочек пюрешки на свитер маме. И я вот так вот взяла рукой, его забрала на стол, так вот положила. Пюрешка была настолько жидкая, что она глоталась в первую очередь. Колбаса оставалась во рту, а пюрешка проглатывалась. Вот такая сортировка еды происходит у моей мамы постоянно. Когда я кормлю ее пюрешкой или вермишелькой с мясом или с колбаской, она ее проглатывает в первую очередь, а мясное изделие или рыбное у нее во рту остается. Она всегда просит, дай еще картошечки, дай еще ложечку. Понимаете, мои уважаемые зрители, вы придираетесь к моменту, который вам показан. Если бы я вам показывала, как у нас слизни ползут из-под полья, из-под досок старых на полу, и слизни эти заползают на стену штукатурную, которая в комнате, так как происходило это на улице летом, то вы бы стали обсуждать нас, ремонт слизней, что мы дочки жадные, не можем матери сделать ремонт, что мы такие, мы всякие, мы не можем ее забрать. Так как я показала мамино кормление, вы прицепились к маминому кормлению. Вот полная ложка, вот ей не глотается. Если бы я вам показала, что еще вам рассказать, если бы я вам показала термометр, что у мамы 15-16 градусов, вы бы прицепились к отопительным приборам, хотя я сейчас затрону эту тему. То есть зрителю, что покажешь, на то он и клюет. Это как удочка. Закинешь червячка, клюнет определенная рыбка на червячка, а закинешь на перловочку, клюнет определенная рыбка на перловочку, на крючок. Хочу, не знаю, как мне вам все рассказать. Во-первых, раз мы начали уже про ложки, про картошки, я вам уже сказала, что у моей мамы почему-то пюре глотается быстрее, чем помидор во рту. Она очень часто просит мне, дай еще картошечки. Я ей за основной ложкой даю еще пол ложки. Это первое. Второе. Второе, что маму я кормлю десертной ложкой. Ложка десертная, мельхиоровая. И если я десертную ложку подцепила полную, это совершенно взрослый человек. Я не кормлю Давида, которому 6 лет. И не кормлю девочку, которой 3 годика, у которых ротик, объем рта маленький. Это взрослый человек. И все ей нормально глотается. И было бы больше горя, как придраться к полному рту лежачего человека. Неужели это такое большое горе? Вот хотела бы я спросить там, где сейчас горячие точки, там, где сейчас люди голодают, там, где сидят в подвалах. Неужели это такое большое горе, что у моего лежачего человека полный рот картошки? Да это за счастье, девочки. Это за счастье, что у лежачего человека валом еды. И он вправе пережевывать, работать челюстью. И нечего делать с лежачего человека инвалида. Когда человек вообще отключается, не может жевать, ему в нос просаживают зонт и кормятся шприца через зонт. А если человек может жевать, почему ему не напихать полный рот? Это первое или второе. В-третьих, моя мама так привыкла. Моя мама так привыкла есть. И мы менять ничего не будем. Я могу сделать сегодня эксперимент. Включить камеру и давать ей, кормить ее ужином и давать ей пополовинку десертной ложки. И вы посмотрите, как она скажет, дай еще или дай мне побольше ложку. Потом мама к этому времени голодная. Я кормлю ее ужином с восьми до девяти. Ужин у нас поздний. Почему? Потому что каждый день в семь часов начинается по заявкам. И она мне говорит, ты мне в это время не корми. Я слушаю по заявкам, когда поздравляют бабушек и дедушек. И поэтому у нас ужин поздний. Сестра ее кормит супом, борщом в два часа. И с двух до девяти посчитайте, сколько проходит время, или до восьми вечера. Сколько проходит время? Она к этому времени уже проголодавшаяся. И она ест на полный рот. Она глотает, как индюк. Я, если вот ей даю полную десертную ложку картошки, и если я не успела ножиком порезать колбаску на кухне, я принесла ее целую, я пока ей отрезаю колбаску и несу ей колбаску, у нее уже рот пустой. Я говорю, ты чего проглотила картошку, а тебе еще колбасы не дала? Она говорит, а чего ты там мешкаешься? Я не прибавляю этого. Она к ужину, она голодная. Потому что от обеда до ужина она ест только кукурузные палочки и тягает конфеты. Это если я не поленюсь, но не то, что это не та лень. Это если я ее только в 6 часов паю кисельком с сырничком или чайком с печенкой. Только тогда она не голодная к 8 часам. А так она постоянно хочет есть. У моей мамы хороший аппетит. Она ест большой объем пищи, как и я, хотя это лежачий человек. Ножки в нее высохли, ручки в нее высохли, а сколько в нее жира на животе, какой у нее большой грожащий живот, что памперсы, мы берем 100-145, они уже еле застегиваются. Это для тех, кто мне советует давать ей еду по пол чайной ложки. Она такого кормления не выдержит. Она скажет, дай мне еще или что ты мне даешь понемножку. Я рассказываю для тех, кто это не понимает. По крайней мере, так привыкла моя мама. Человек, к чему привык, так он и ест, так он и живет. Нельзя аквариумную рыбку выпустить в реку, она подохнет. И нельзя рыбку с реки сразу запустить в аквариум, она тоже сдохнет. Что еще хотела сказать? Теперь вот наши ложки столовые, они малой формы. А у мамы есть ложка старинная, стальная, большая. А если бы вы увидели, как мы ее кормим борщом или супом, по той здоровой ложке, да она как половник. И она ест с той ложки. И она еще мне жалуется, что говорит, ну я как-то прихожу, она говорит, Лена меня кормит и телевизор смотрит. Я уже проглотила, взяла хлеб у рот, а Лена телевизор смотрит. И Лена ей вот этой здоровой ложкой кормит первым. То есть у нашей бабы аппетит. Она ест, она к этому привыкла. И поэтому те защитники, те такие, которые милосердные люди, сюси-пуси, вам этого, девочки, но не понять. У нас грубая семья. У нас грубое отношение. У нас грубое поведение. Поэтому все мы едим по-деревенски, по-простому, по-большому. Мы не сюсюкаемся никогда. Даже с лежачим больным мы не сюсюкаемся. Вот ей шоколадная конфета полностью помещается в рот. Большая шоколадная конфета лежачему больному. А вы говорите, почему я маме даю картошку по полной ложке. Девочки, как мы кормили маму, как мы и будем кормить. Она привыкла. Она не терпит, как там кто-то мне писал, что она терпит. Бедная старушка терпит. Ого! Она тебе лишнюю ложку в рот не возьмет. Если она сказала, все, хватит вчера. Это уже при вас. Я уговорила ее съесть ложку пюре просто с помидоркой. Потом кто-то мне там писал, разве можно и колбаса, и селедка, и помидор. Моя мама мне в детстве и всю жизнь говорила по-еврейски, всего понемножку в рот надо. У меня мама так говорила даже в детстве. Ты ешь по-еврейски. Того немножко откусила, того немножко и того немножко. И поэтому, когда вот я на днях ее кормила, и что-то она мне сказала, ты мне это не давай. Я говорю, а ты вспомни, как ты мне говорила, по-еврейски надо есть. Она говорит, угу, помню, помню. Вот так вот она мне. Понимаете? Ой, да вам не доказать, Господи. У вас просто вчера попался объект кормления. Вот этот вот объект времени кормления. Вы на меня и наехали. Если бы вам попался объект стрижки, как я ее вчера стригла, я представляю, что бы было. Я вчера орала так, когда я ее стригла, что я думала, будет штукатурка сыпаться с потолка. Потому что этот лежачий человек, которого вы жалеете, лежит человек без мозгов. И она мне, нормальному человеку, указывает, как ее надо постричь, как надо держать ножницы, что здесь у нее пробор, что возле уха надо, что вот тут на шее не волосина растет длинно, ее надо обстричь. Это человек первой группы инвалидности с деменцией. Если бы вы видели вчера мое состояние после кормления, как я ее пострила, с меня семь потов шло от злости. Так вам маму жалко, девяносто пятый год, вам ей ее жалко. А сегодня Лена пришла мне, я сегодня уже с Леной переговорила, и Лена наклонилась к ней и говорит, ну как дела? А мама ей говорит, шшшш, я бы вам рассказала, как дела, но здесь генерал сидит. Ну вот что вы можете насчет этой фразы сказать? И почему я должна извиваться, целовать щечку в левую, правую ее, лишь потому, что она мне мама? Если у нее мозги отказали, она Лене говорит, тише, тут генерал сидит. В восемь часов утра она уже Лене такое сказала. А мне вчера при стрижке, я говорю, я думала, у меня от крика или перепонки лопнут, или сердечная аорта у меня разорвется от крика. Вот если бы я вам это сняла, вот бы была дискуссия, девочки, вот бы было сколько бы даже отписки и дизлайков, и чего бы только не было на моем канале. И жалоба была бы на канале. Я поняла, если вот покажешь вот объект вам, который вам не нравится, вы начинаете его бурно обсуждать. К чему же что-то придраться? Ага. Полная ложка. Она дает лежачему человеку полная ложка. Пункт А. Пункт Б. Кормит быстро, не дает маме проживать. Лежит лежачий человек, ей трудно жевать, ей трудно глотать, ей трудно переваривать, вот только пиздеть про генерала ей не трудно. Который пришел к ней в восемь утра и сидит. Она лень сказала чшшш. Я бы вам многое могла рассказать, но тут генерал сидит. Ну как? Беседа у нас с вами нормальная? Я не оправдываюсь, я просто говорю реальность. Как мой маман привыкла жить, так она и живет. Как мы ее привыкли кормить, так мы ее и кормим. Менять мы ничего не будем. Ничего. Насчет кормления я права. Аппетит у нее хороший. Как всегда, аппетит у всех психически ненормальных больных людей всегда хороший. Вы, может, смотрите, кто канал Деменция, жизнь продолжается. Там Ирина смотрит маму, а мама все время варьирует по кухне туда-сюда. Вы посмотрите, какой у мамы там аппетит. Мама сидит за столом, мама ест сама. Вы смотрите, как эта женщина, аж прилив с вами пришел, как эта женщина по полной ложке берет себе еду. Только что единственное, она ест сама. Смотрите эту Ирину. Она очень долго не показывала маму. Ну, якобы там на маму, на нее была жалоба, что вы, мол, больную маму показываете. А вы не обратили внимания, как та мама ест по полной ложке и по полной порции, и по полной тарелке? Потому что все психически ненормальные люди, такие, как и моя мама, они едят очень много. Так что девочки мои хорошие, мальчики мои хорошие. Все у нас нормально. Потом разберем меня. Я вчера, да, ее кормила грубо. Кормила грубо, с ней грубо разговаривала. Это происходит при каждом вечернем кормлении. Я не скрою. Я очень себя плохо чувствую. Вы не смотрите, что я сейчас вот морду намазала, брови подвела, губы намазала, сережки нацепила. А вы знаете, что я хожу по дому, и мне стопой больно наступить на мой ламинат. Что я хожу, я сроду не носила дома тапочки. Я хожу вот в тех тапочках, которые в больнице была. Потому что мне больно наступить на ламинат. Потому что вот стопа, и все фаланги пальцев как будто взяли и срезали мясо. Как будто его нету, как будто я голыми фалангами хожу по полу. Я еле хожу к маме. Я еле стою около нее. Я еле ее кормлю. Я с зажатым сердцем в грудной клетке. Я еле варю на завтра ей борщ, суп, чтобы ей не варила Лена. Я у мамы еле нахожусь по своему состоянию здоровья. Я еле к маме иду. В 4 часа еле иду. Я еще до светофора иду нормально, а после светофора, когда я дохожу до фабрики мороженого, у меня уже сжимают грудные клетки. Там идет уже подъем на улицу маленький, то ли от подъема, то ли у меня такая реакция на этот дом родительский. Я еле иду. Вам это тоже не понять. Я еле иду, я еле нахожусь у матери там, я еле выполняю там любые действия. Я очень себя плохо чувствую. Я просто вам ничего не жалуюсь и ничего вам не говорю, ничего вам не рассказываю. И поэтому там кто-то писал, неужели уход за мамой это работа? Уход за мамой для меня это работа. Это тяжелая работа, неподъемная для меня работа. Вот я позавчера, позавчера, самый, это второй день был или третий, я ей намазала лицо этой мазью. И в 8 часов вечера мне ее надо накормить. И я беру, мне даже тяжело ее теперь подсадить и под нее подсунуть подушку. И вот у нее лицо намазано, мазью, да, а я ее беру так вот, поднимаю этой рукой подушку. А она боится, что она своим лицом прислонится ко мне, что вымажет мне кофту. А она упирается. Я ее в этот момент поднимаю, она упирается. Я ее еле посадила, я еле сдержалась. Я из-за нее, вот у меня вот этот вот палец, где кольцо одето, он у меня вот так вот вывернулся. Мне даже сейчас больно сжать руку. Я говорю, ты чего делаешь? Я тебя сажу, а ты упираешься. Да такая же у нее сила упираться. Вот она рогом упирается. Я ее на себя хочу подушку вот так вот подсунуть под спину. Она вот так вот рогом упирается. И у нас получилось как два магнита разными полюсами. Вот когда один магнит плюс и минус прикладываешь, они отталкиваются друг от друга. Я думала, я ее не знаю, я что с ней сделаю. Мне ж так может и сетчатка с глаза упасть. Мне сказали, не больше трех килограмм не поднимать. У меня в глазу молния глазная бегает, а я матку поднимаю, чтобы посадить и чтобы ее накормить. И поэтому для меня смотреть ее – это работа. Это настоящая работа. Это равносильно, что мне отстоять у станка и отработать смену. Для меня это работа. Я думаю, что для моей сестры это тоже работа. Но сестра моя, она немножко как бы… Вот я сегодня, я говорю, Лена, так и так, там кое-что еще ей рассказала. Она говорит, Света, да береги ты свое здоровье. Да не обращай ты на нее внимания. Это мне Лена моя сказала, с которой мы на ножах. А я все близко к сердцу беру. Я вам снимаю все. Всю правду. Все, все, вот все доскональности, что происходит. А вы в этом видите объект, как вот эта Ирина с канала «Деменция. Жизнь продолжается». А вы видите в этом объект, и вы же, как она сказала, закрываете рот мне, связываете мне руки. Девочки, ну, я не могу прислушаться к вам. Если она привыкла есть по полной ложке, она ест по полной ложке, она ест с полным ртом, с удовольствием, с большим удовольствием. И то, что смотрю я маму, для меня это работа. Для меня, девочки, это работа. Это очень тяжелая работа. Я сегодня с постели поднялась без 10-11. Я не могла подняться. Я очень плохо себя чувствую. Дай-ка переболеть в январе месяце воспалением легким. И переболеть этим же коронавирусом вот через 7 месяцев. Я считаю, это был коронавирус. Если бы у меня нормально взяли мазок и отправили бы на 3 дня, мне бы показал коронавирус своеобразный там какой-то там. А то, что брали экспресс-тест и ничего не показали, а воспаление легких лечили, то не знаю я. Так что вот так я с вами поговорила. То есть вам что не покажи. Покажи вот рваное одеяло мамина. И вы скажете, это же рваное одеяло, она не может купить одеяло. Это сколько стоит одеяло, и почему нельзя заказать, и почему нельзя не купить, и почему для бабушки. И это же бабушка, и в нее коленки мерзнут. Ну, это я пример привела про рваное одеяло. Вам что не покажи, вы из всего раздуваете проблему. Так вот я еще раз повторяю. Неужели полный рот у лежачего это беда? Я вам хочу рассказать одну такую вещь. Я, конечно, не знаю толком, что к чему. У моей сестры внучка. Внучка-сирота. И там внучка встречалась с мальчиком. А в том мальчика мама уезжала в Минск на работу. Работа была у нее какая? Не знаю кто, не знаю подробностей. Вот я думаю, что внучка тоже не знала подробностей. А моей сестре рассказала точно так, что мама смотрела в каком-то пансионате чью-то бабушку или маму. Мама то ли проживала там, то ли находилась в дневное время. И маме даже не разрешали при лежачей этой больной бабушке кушать. Мама выбирала какой-то там объект. По-моему, там был балкон или лоджия. И мама выходила на балкон и там принимала свою еду. Этому больному не разрешалось давать много воды. Даже в палате были камеры. В одиночной палате стояла камера. Я не знаю, что это был за пансионат в Минске, под Минском. Но так как мне рассказала Лена, но меня это не интересовало. И поэтому все так оно и вот как я вам сейчас рассказала. И поэтому к чему я это вам хотела сказать. А, вы считаете, что полный рот это уж такое горе у лежачего больного. А что легче было, что мама бы лежала вот так вот, ее в дом престарелых не возьмут, ее бы взяли в дом инвалидов. Лежала бы в доме инвалидов и нянька пришла бы, ей поставила бы кашу на тумбочке, раз, как вы говорите, у нее руки есть. Мама бы кашу не поела. Она не доносит ложку до рта. Там кто-то писал, это не первая, она не расплехает. Она не доносит ложку до рта. У нее нет уже такой ориентации, как мы приходим к этому, к неврологу. Дотронься так, дотронься так, дотронься так, дотронься так. У нее нет такого. Она не доносит ложку до рта. Так лучше было, чтобы моя мама в спецучреждении была и ела синюю овсянку. Это хорошо, если бы ее нянька покормила, а если бы ее нянька не покормила. Я видела в Первосоветской больнице, когда моя мама лежала с этим железным аппаратом на переломанной ноге, в нашей палате лежала бабушка. Я видела, как санитарочка приходила и кормила эту бабушку. Она ей две ложки дала, бабушка после второй ложки что-то начало возникать или говорит, она говорит, так бабуля, поели? Она за эту кашу и уносит. Это лучше? Это лучше? Не докармливать больного? Уносить под нее кашу? Или лучше, чтобы моя бабуля лежала с полным ртом и прожевывала? Что лучше? Вот поэтому моя бабуля и располнела, что она питается хорошо. И ни в чем она не нуждается. Все лето она ела черешню, малину, клубнику. Сейчас она ест виноград, сливы. Ну, благо, что она дыню не любит и бананы не любит. Даже потому, как бы смотрела ее Лена, мама бы такая не была. Лена, когда я болела в январе месяце, 21 день коронавирусом, я пришла, у меня мамка была вот такая вот. Она так съехала на лицо, потому что ей Лена каждое утро манка, овсянка, день манка, день овсянка, день манка, день овсянка. И Лена сама сказала, за 21 день она ей только сварила один раз борщ. За 21 день она ей сварила один раз борщ. А так она все время ей варила только супы. Рису жменьку бросит, гречку жменьку бросит. Так я, когда пришла в январе месяце, посмотрела на тот гречневый суп, я сразу его на снег выплеснула. Не зажаренный, не заправленный. Так, мясо варилось, картошка, гречка и все. Ужасно. Ужасно, девочки, ужасно. Что-то еще вам хотела рассказать насчет отопления. Вот, завела тогда разговор, что дома холодно. Сразу 3-4 комментария мне пошло. Почему не включаете отопление? Расценки такие, как летние, так и зимние. Девочки, нам, чтобы включить отопление, нам надо искать человека. Нам надо с горгаза вызывать газовика. Лена уже сказала, там у нее есть какой-то номер телефона Сергея, который нам ремонтировал котел. Вот она будет звонить в горгаз тому Сергею, чтоб Сергей пришел и включил нам котел. Все время нам котел включал муж Лены, пока он был живой. Сейчас мужа у Лены нет, и мы не можем включить котел. Там две кнопки, красная и белая. Котел очень старый. Котел уже, вот если придет пожарник, все, нам перекроет отопление. И что мы будем делать, я даже не знаю. Я даже не знаю. Переделывать отопление во всей хате, вы представляете, сколько это надо? Денег, которых нет ни у сестры, ни у меня. А лежит только 1200, что мама собрала себе на похороны. 1200 белорусских рублей. Все. Больше ни у кого денег в запасе нет. Ни у сестры в запасе нет, ни у меня в запасе нет денег. И как мы будем переделывать отопление? Ведь там же отопление какое-то паровое. Старый котел. Каждый год батька лез на чердак, заливал воду. Вода шла по трубам. Потом он спускал воздух, сливал воду. А сколько лет это не делается? И сколько лет мы живем с газовым отоплением, А две батареи, которые у мамки в головах, они ледяные зимой. Кто это все будет делать? За все надо платить. А кого не вызовешь? Все вот так вот за голову хватается. У вас старая система. Мы не знаем. Мы не будем браться. Мы не будем рисковать. А вдруг что-то лопнет от пробки. А вдруг что-то потечет. Мы не будем браться. И поэтому, девочки, у нас такой тупик. И кто там сильно умный сидит на своих диванах И диктует со своей колокольни. Да у вас же людям рядом работают. Пригласите вам у ключа. Пригласите вам спилят дерево. Пригласите вам все сделают. Еще никто никому не отказывал. Девочки, это может в вашей стране, в России, Никто никому не отказывает. Но в нас никто не переступит шаг до бабы Из посторонних, кто рядом работает. И никто не окажет такую услугу. Я вам говорю, потому что я это знаю. Поэтому с отоплением у нас тоже проблема. Включится в этом году котел. Не включится. Кто нам включит? Хорошо, если тот Сергей еще работает в Горгазе. Он приедет и включит. А так, если мы вызовем какого-нибудь работника, Включить котел? Да нам сразу поставят запрет. У нас уже котел, как Лена сказала, Истек срок эксплуатации. Все. У нас везде проблемы. А вам это не понять. Эти проблемы я от вас не скрываю. Я вам все рассказываю, как есть. Может, как-то неграмотно я рассказываю. У меня нет грамотного оборота речи. Но я вам рассказываю своими словами. Я вам не зря сказала, мы все в проблемах. Лена как-то заикнулась сыну. Сына, приди три трубки обоя. Мы с сестрой не станем даже на табуретку. У Лены колено болит. У меня болят ноги. Я не стану. Я даже не смогу три трубки обои поклеить над мамкиной кроватью. Сын сказал, ой, там надо обрывать обои. Лена ему доказывает, да не надо обрывать обои. Не надо. Если ты оборвешь обои, там восемьдесят восемь слоев обоев. Там будут голые бревна. И что тогда? Как на голые бревна? Вот там все обои вот так вот хлюпают. Там под обоями и мыши, и крысы, и змеи, и ляушки, и все. Если эти обои вот так вот к бревну хлюпают, то что потом нам делать? Зачем нам этот глобальный косметический ремонт? Глобальный. Никому эта хата не надо. Никто тут не будет жить. Тут все рады от нее отмахнуться. Поэтому, девочки мои хорошие, мы все у проблемах. А я вам все выкладываю, и за это я получаю по шее. Я получаю по шее. Вот я смотрю одну женщину с Пермской области. Зовут ее Ирина. У нее канал называется «Моя жизнь», по-моему. Она вот вышла, показала дорогу до работы. Она работает продавцом игрушечного, в игрушках, в магазине. Она пришла, села, она показывает, как она попила чай. Она говорит, хоть бы сегодня были покупатели, хоть бы кто-то купил какую-то игрушку. Потом смотришь, она показывает, все, я сегодня отработала, иду домой. Потом она показывает, я пришла домой, вот купила такие-то продукты. Все, мои хорошие, спасибо за просмотр, до свидания. Вот таких вы любите. И в нее, ну я нападу по 4 тысячи подписчиков. Она ничего не показывает. Ни-и-и-чего. Она ничего себе не рассказывает. Она показывает, как она на работе попила чай, прошла между рядами игрушечек, пришла домой, сделала закупочку. Ну, один раз показала, как помидорчики закатывает все. А я вам выкладываю всю душу, я вам говорю всю правду, а вы на меня вот такой мешок говна выливаете. Все я делаю правильно, и кормлю я маму правильно. И кричу я на нее правильно. И двумя кулаками стучу по столу, ей доказываю тоже правильно. Я вчера прихожу в 4 часа к ней. Она лежит и свой лоб вот так вот крутит, и что-то оттягивает за волос. Опять крутит, оттягивает. Я беру ей резко так вот руку. Раз! Резко. У меня уже все, я не могу больше. Она опять полежала, полежала. Опять лежит вот так вот, вот так вот крутит. Я говорю, ну что? Она говорит, куда-то тая ушла. Я говорю, кто тая? Она, ну тая, ушла куда-то. А я жду-жду. Тут пришли мужики какие-то и замазывают окно кирпичами. Она куда-то ушла, ее нету. Я говорю, мам, Лена ушла в 3 часа. Сейчас в 4 часа пришла я. Так вот при ней приходили мужики и вот закладывают окно кирпичом. Я говорю, пусть закладывают. Нет, ну ты вот понимаешь, что тут выгрузили мешок, машину цемента и сейчас будет пыль. Я вот так вот взяла два своих кулака, как начала тарабанить вот так вот по столу, что все, что там стояло на столе, бутылки, конфеты, все вот так вот подпрыгивало. А вы говорите, это не работа. Это хуже работы находиться с ней с 4 до 11. И вы еще мне будете указывать, как мне кормить маму. Все, мои хорошие. Я всем поставлю сердечки. Спасибо вам, кто мне советовал про мазь. Я все выписала. Я не знаю уже, что нам пробовать с этими прыщиками. Молочное мы забрали. Сегодня я Лене сказала, чтобы она карамельки около ее оставила. Карамельки – это сахар топленый, а шоколад, чтобы весь убрала. Не знаю, завтра вызову врача. Хотелось бы, чтобы пришел наш участковый врач. Кстати, заметочка. Я кормила точно так маму полной ложкой. При враче пришла врач, хотела ее осмотреть, как инвалида первой группы. А я говорю, извините, мы сейчас докушаем. Она говорит, кормите, кормите, я посижу. И я точно так маме перла ложкой. Мама ела, и мне врач, врач не сделала ни одного замечания. Она говорит, ну что, покушали? Ну и слава богу. Давайте я вас послушаю. Переворачивайтесь. Я при враче так кормила. Точно так картошкой, правда с котлетой. Это было месяц совсем назад, весной. И что? Мне врач не сделала замечания. Если бы врач сказала, вы по многу ей даете. А так врач сидела просто со мной, разговаривала и смотрела, как я ее кормлю. Все. На этом все, девочки. Ответила я вам на комментарии. Сердечки я вам поставила. Спасибо за советы про мазь. Я всю мазь выписала. Не помню какую, но все выписала. Все, что вы мне советовали. Не знаю, что будет дальше, как будет дальше. Вот. Не знаю. Я знала вчера, что я выложу такое видео и будут комментарии. Я знала, я чувствовала. Вот покажи вам сегодня, допустим, что крыша протекает у той хати за стенкой у мамки. Что там на кухне капает, там вот вторая половина у нее за стенкой, там на кухне капает с потолка. Вы скажете, ну вот, вот вам дай тему для обсуждения. Если я вам сегодня засниму, это же мне будет вообще полный пипец. Неужели нельзя сделать? Так вот, девочки, нельзя. Мы с сестрой одни. Вот поэтому я с каждой надеждой и подаю объявление. Вы думаете, мне так нужен этот мужик для любви, для счастья, для интима? Мне нужен он для помощи. Чтоб со мной кто-то был рядом. Я готова ему ноги мыть и вытирать, чтобы он пришел к моей матке, включил газовый котел, поклеил три трубки обоев, что-то еще сделал. Потому что я к этому ни к чему не приспособлена. А сестра тем более. Все, давайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok